Детокс – это однозначно про моду, моду на очищение. Нам важно знать, что питьевую воду дополнительно очистили. Сплит-система в доме, кроме охлаждения, удаляет аллергены и мелкую пыль. Почему бы не проводить этакую генеральную уборку организма с диетами и процедурами, что прям чистота до скрипа. Навели уборочку и со спокойной совестью можно захламлять вредной едой и такими же привычками свое тело. Якобы токсины накапливаются у нас с продуктами питания. Когда мы принимаем лекарственные препараты, а также попадают из загрязненной окружающей среды. Их нужно вывести. Всем привет! Я Светлана Никичук, нутрициолог. И сегодня поговорим о детоксе на соках и смузи. Правильно сказать на фрешах и смузи. По сути, фреш это тот же сок, но он может быть свежевыжатым, а может быть и консервированным. Поэтому, чтобы не путаться, говоря о свежевыжатом соке, я буду говорить фреш. На этих двух напитках построено все детокс похудения. Давайте разбираться. Фреш это свежевыжатый сок из фруктов и овощей, отделенный от клетчатки. Все видели, как в соковыжималке из краника вытекает сок, а в другое отделение собирается жмых или клетчатка. Фреш содержит больше витаминов, микроэлементов и минералов, чем концентрированные восстановленные соки и нектары. А главное, фреш натурален. Чего нельзя сказать о магазинных пакетах сока с консервантами, сахаром и вкусовыми ароматическими добавками. Смузи это уже густой напиток, который при измельчении блендером не разделяют на составляющие, а следовательно сохраняют больше ценностей овощей, фруктов, зелени и ягод. Но получившаяся масса слишком густа и больше похожа на десерт, который едят ложками. Поэтому смузи разбавляют соком, водой, зеленым чаем, молоком, йогуртом, мороженым и даже льдом. Но все эти добавки, кроме воды и льда, на детокс похудений недопустимы. Смузи как самостоятельное блюдо способны заменить прием пищи. Его очевидное преимущество в том, что он содержит и сок, и клетчатку. Отходов практически нет, ну, кроме семечек и перегородок. А что выбрать, фреш или смузи, дело вкуса, конечно. Рецептов детокса на фреше и смузи очень много. Они могут быть только фруктовые или только овощные, смешанные, могут быть даже подобранные одного цвета. Одним словом, на любой вкус. Приверженцы детокса абсолютно уверены, что шлаки провоцируют различные заболевания или становятся причинами плохого самочувствия. Вот бы посмотреть на этот шлак. Кто вообще когда-нибудь его видел? Помните, как в сказке Андерсона, когда король был голый, однако все восторгались его нарядом? Только в случае со шлаками все уверены, что они есть. Их обязательно нужно вывести, очиститься. А сделать это можно только специальным питанием, БАДами и процедурами. А между тем, наше тело уникально и оснащено собственными, высокочувствительными и умными системами детоксикации, которые выводят токсины и продукты жизнедеятельности самостоятельно. Так легкие совершенно бесплатно выводят углекислый газ, кожа, соли, почки, продукты обмена веществ. Печень обезвреживает аллергены, яды и токсины, а пищеварительная система выводит. Одно лишь условие, эти органы и системы должны быть здоровы. Но мы сегодня поговорим о детоксе на соках, как о способе снижения веса. То есть выведение лишнего жира, который влияет на здоровье и ухудшает самочувствие в целом. Токсины накапливаются в жировой и костной ткани, а также в слабых мышцах, поэтому уменьшая жировую пропорцию вашего тела, вы не только снижаете вес, но и оздоравливаетесь и очищаетесь. Смотрите, я вбиваю в браузер детокс на соках. И смотрите, какие ответы мне выходят. Рекламные курсы по детоксу на соках. Топ лучших рецептов соков для детокса. Купить готовый курс с доставкой. О чем это говорит? Правильно, о том, что детокс на фрешах и смузи это прибыльный бизнес. Но так ли он полезен и безопасен на самом деле для снижения веса? Нужно ли худеть и очищаться таким способом? Или это всего лишь модный эксперимент над собой? Напитки всегда свежие из-за маленького срока хранения от 3 до 24 часов. И то, если поместить в холодильник. Диетологи, нутрициологи вообще не рекомендуют хранить, а сразу употребить фреш или смузи после приготовления. Следующий плюс детокса в том, что можно самостоятельно приготовить напитки с помощью блендера или соковыжималки из любимых овощей и фруктов. К тому же, самые полезные напитки получаются дома. Когда делаете для себя, то контроль качества всегда наистрожайший. Вы не откажете себе в сохранении как можно большего количества витаминов, и чтобы вкус в результате получился, как говорят в Германии, «зергут». Так в торговых центрах и гипермаркетах продают и готовят напитки при вас. Главное помнить, что их лучше выпить сразу или не позднее 3 часов. Не берите заранее приготовленные фреши и смузи даже с указанием времени приготовления и красиво разложенные на льду. Все дело в отсутствии термической обработки и консервантов. И это несомненный плюс. Со свежими соками и смузи вы больше получите витаминов, чем в коробках или бутылках в магазине. В случае со смузи и добавлением растительных масел, йогурта или молока повышается доступность жиростворимых витаминов А до ЕК. Но для детокса снижения веса эти компоненты не применены. Именно с содержанием этого компонента связано детокс действия соков и смузи, а именно пектинов. Они не впитываются и не усваиваются в нашем желудочно-кишечном тракте. По своей структуре гелевые, как сорбенты, впитывают в себя и выводят токсины со стволом. Питкин, кстати, превосходит клетчатку по снижению холестерина в крови и выводу желчных кислот. Также во фрешах и смузи содержатся органические вещества, которые улучшают обмен веществ. Фреши и смузи можно назвать диетическими напитками, потому что содержание белков и жиров минимальное. Их практически нет. А основная часть – это углеводы. Короткий срок хранения – это плюс, но также и минус. В составе фреша и смузи много природного сахара. И чем больше его, а это зависит от того, насколько сладкий фрукт вы выбрали, тем быстрее напиток забродит. Фреш невозможно заготовить впрок. А если вы не выпили сразу, то придется от него отказаться. Следующий недостаток – это сплошные быстрые углеводы. А что значит углеводная жидкая составляющая для организма, тем более на пустой желудок? Тем более для людей, снижающих вес. Во-первых, она очень быстро всосется в желудке. Во-вторых, происходит резкий взлет уровня сахара в крови, что потянет за собой выброс и подъем уровня инсулина, который блокирует гормоны, ответственные за жиросжигание. Лютые приступы голода в те моменты, когда уровень сахара резко снижается. Детокс – жесткое, скажу вам, очень жесткое испытание себя на прочность. Выдерживают немногие. А кто все же смог, после не могут остановиться в еде. Прибавка в весе, она будет обязательной, поверьте. Если не во время детокса, то сразу после. Детокс на соках – это тупик в похудении. И все же та же монодиета и дефициты в питании, которые не имеют ничего общего с устойчивым сохранением результата. Мы предполагаем на детоксе здорового человека. А если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом? А как известно, большинство населения не диагностировано. Человек решил похудеть на соках 3-5 дней, а у него гастрит или гастрит с повышенной кислотностью. А он вливает в себе фруктовые кислоты, да еще и на голодный желудок. Раздражает и травмирует слизистую, и в результате острая боль или обострение гастрита. Я не рекомендую детоксы фрешами или смузи для снижения веса. И для очищения тоже. Их эффективность недоказана и довольно противоречива. Противопоказания к детоксу соками тоже есть. Проблемы с эмалию зубов. Кислая среда снижает прочность эмали, поэтому после того, как вы выпили любой сок, обязательно прополощите рот водой или пейте сок из трубочки. Инсулинорезистентность и сахарный диабет. Заболевания желудочно-кишечного тракта. Кроме того, существует весомый риск ухудшить ситуацию с лишним весом. Сдвинуть его, как говорят нутрициологи, но только в сторону увеличения. Поэтому не стоит худеть модно, а только грамотно и с осторожностью. Если вам интересно, я запишу видео о безопасных детокс-разгрузках, которые помогут при снижении веса и его удержании. Пишите в комментариях разгрузка, если вам будет полезно такое видео. И поставьте мне лайк прямо сейчас, потому что потом забудете. Давайте смоделируем ситуацию, как будто вы загорелись идеей детокс-похудения на соках. Появился настрой, а он очень важен. Вы готовы. Давайте поразмышляем. А вы решите, нужно ли вам такое очищение. Для начала вам придется решить, как долго вы будете очищаться. Чаще всего предполагается трех- или пятидневный детокс. Это время считается оптимальным. И здесь сразу встает вопрос, сколько вы сможете пить кисло-сладкую жидкость, от которой сводит зубы, пощипывает язык и слизистая рта, урчит живот и сильно хочется есть. Допустим, вы выбрали три дня. Теперь нужно определиться, где вам взять пять порций сока по 300 мл каждый день. Будете ли вы его готовить самостоятельно, покупать в торговых центрах или закажете онлайн-доставку. Если вы заморочитесь на самостоятельном приготовлении, и у вас есть соковыжималка или блендер, а что еще важнее время на покупку и приготовление, то главная проблема – это обеспечить себя свежим напитком на работе, в дороге и так далее. Ведь вы уже знаете, что это скоропортящийся продукт. Если планируете покупать, то затариться впрок не получится по тем же причинам. И придется найти место максимально удобное и близкое для вас. Но это всего же три дня? Может быть потерпим или нет? А после всего уже точно захотите нормально поесть дома или переесть. На маркетплейсах покупать не советую. Там восстановленные соки, ничего общего со свежевыжатыми и витаминами. А если заказать курс с доставкой курьером? Это ж мега удобно. Модно, молодежно, но как-то не бюджетно. Давайте посмотрим на примере одного абсолютно рандомного сайта по продаже детокс-соков. Итак, на нем предлагают детокс с доставкой. Класс, удобно. Мы видим аккуратные разноцветные бутылочки. Подразумевает разнообразие и это хорошо. Но вот не уверена, что бутылочка с зеленым содержимым выглядит аппетитно. Даже не знаю, какой калорийной бомбой организм отомстит за такую вынужденную меру. И это, заметьте, 3 дня. Можно продлить на 5. Что еще бросается в глаза, это срок годности. 72 часа в холодильнике. И у меня вопрос, действительно ли это полезный свежевыжатый сок. По рекомендации диетологов сок нежелательно хранить вообще. Его следует выпить сразу, а здесь 72 часа. Так, и вот они утверждают, что их соки свежевыжатые, приготовленные холодным отжимом. Гуглим, что такое холодный отжим. И вот ответ, по сути, это фреш, скоропортящийся продукт. Добавление лимонного сока продлит его свежесть, но не настолько. Что обещают? Минус 3,5 кг, это естественно, на такой жесткой диете. Очищение иммунитет, обещание, которое невозможно никак. Не подтвердить, не опровергнуть. Все размыто. Для чего мучиться 3 дня? Минус 3 кг и даже больше вы и так сбросите на рациональном питании. На замечательной, одной из самых лучших средиземноморских программ питания. И это доказанный факт исследованиями. Дальше, высыпания на коже. Тут не поспоришь. Они действительно проходят, и качество кожи улучшается. За счет снижения жиров и углеводов пищи. Про лишний вес я уже говорила. Очень сомнительный и краткосрочный результат. Слабый иммунитет. Здесь раскрывается главное достоинство свежевыжатых соков. Напомню, что здесь ставят слишком большой срок годности. Да, соки действительно витаминная подзарядка для организма. Но есть но. Даже два. Как быть жиростворимыми витаминами А до ЕК? В соки не добавляют кефир, йогурт или растительные масла, чтобы провитамины перешли в форму легкоуслаиваемых. Следовательно, их биодоступность под вопросом. И второе. Если проблемы с желудочно-кишечным трактом, тот же гастрит, вероятно, большинство интуиентов просто не усваивается. Поэтому такая витаминная подзарядка для иммунитета пройдет мимо. Далее. Детокс на соках обещает легкость во всем теле, улучшение памяти, скорости мысли и работоспособности в целом. Но если знать физиологию нашего тела, то соки здесь ни при чем. Соки низкокалорийные, где-то 40-50 калорий. Умножим на 5 количество приемов соков и получим 250 калорий в сутки. Итак, минимум 3 дня. Что происходит с вашим телом? Почему ощущается такая желанная легкость и суперсила? 250 калорий в сутки. Дают недостаточной энергии. Только для дыхания, пищеварения, обменных процессов, биения сердца, поддержания температуры тела и сокращения мышц, так называемого базального метаболизма, чтобы только лежать и не двигаться, нам нужно от 1300 до 1700 калорий. А мы не на строгом постельном режиме, мы работаем, тренируемся, гуляем. Именно для таких случаев предусмотрен резервный вид добычи энергии из жиров. Организм расходует собственные запасы жира, чтобы обеспечить необходимые энергии. И это, кстати, очень энергозатратный процесс. Такой же эффект получается и при низкоуглеводной кето-диете, когда запускается кетос. Поэтому вес снижается. Кроме минуса на весах, улучшается память, работоспособность, требуется меньше времени для сна. И это все не заслуга соков или смузи. Это тот же самый эффект, который будет у вас, если вы питаетесь по программе кето-диеты или лечебного голодания. По поводу плохих пищевых привычек я также не согласна. Привычке нужно время, чтобы она сформировалась. А это как минимум 21 день. По поводу микрофлоры, да, это действительно правда. Эта клетчатка подкормит полезные колонии бактерий. Но стоит опасаться неприятных симптомов сдутия живота, спазмов и жидкого стула. Стоимость. Я сейчас живу в Германии и не могу судить о стоимости только по интернет-данным. На мой взгляд, стоимость завышена. На сумму, указанную на сайте, можно полноценно и вкусно. И опять-таки, дорого, богато питаться ни в чем себе не отказывать. Судите сами, здесь ли тот же эффект можно достичь проверенными программами питания. Подведем итог. Выбирая детокс похудения на фреше или смузи, вы испытываете на прочность свою силу воли. И не поверю в рассказы типа, сначала было сложно, а потом совсем не хотелось есть. Бред и самообман. Голод это защитное чувство и оно будет настолько сильным, что вы себя такими даже представить не могли. Прием сладкого вызывает сильнейший приступ голода и неконтролируемое потребление пищи. Особенно вредно начинать день с такой еды или принимать на голодный желудок. Помните, что самые натуральные свежевыжатые соки или смузи не так полезны, как цельные овощи и фрукты. Соблюдайте меру и обязательно включайте в свой рацион питания свежевыжатые напитки, но только как дополнение к основному питанию. Пейте их через трубочку, чтобы не испортить зубы. Проще думать, что плохое самочувствие это действие токсинов и шлаков, а не переедание, малоподвижный образ жизни и недостаток сна. Как бы это не я, оно само пришло. Если вам это знакомо, пересмотрите свое питание. И вам обязательно станет лучше без детокс-экспериментов над собой. На этом все. Подписывайтесь на меня в соцсетях. Всем пока!